Привет Привет, а мы тебя не видим Привет Меня Настя зовут Привет Ты очень красивая, Настя Спасибо Ты тоже Блин, начало уже такое прям Если честно Прям движемся хорошо Я очень подготовилась Ты очень подготовилась? Да, я кое-что покажу Что ты покажешь? Ну, потом Потом Это заманчиво, очень заманчиво Когда уже втроем будем сидеть Ага, когда втроем уже будем сидеть Иван, понимаешь намек? Иван, как ты думаешь, ты вообще осилишь Трех девочек сразу? Ну, вообще невозможно, да А что у тебя с рукой? Это ожог Я его получила в полтора годика Обоживаюсь компотом Охереть А Иван сейчас пока обжигается только девушками Вот А где ты обитаешь? Я обитаю в Екатеринбурге Ну, так можно сказать Это... Это где... Ну, где Акулич Ну, а ты готова будешь, если что, приехать в Питер? Прилететь? Ну... Все возможно, да Планов есть? Ага, далеко Это над Нурсултаном, да? Я так понимаю Ну, это очень далеко, конечно Ну, ладно, ничего страшного Ничего страшного Так... Иван, возможно... Нет, ладно Смотри, короче У нас... Мы, типа, будем сейчас только по одному, получается? Нет, мы просто... Мы просто знакомимся и добавляем дальше девчонок Ааа... Какой-то такой Иван, мы... Ссылочка, если что, в Телеграме есть Вы можете открыть, воспользоваться И... Слова закончится Иван, туда лучше не надо Там такие... Ладно, ладно, Иван Хорошо Чтобы вы понимали, ладно Чат Попи-Боб подготовила Ване вопросы Вань, прочитай один из вопросов там сверху Лучше в жопу или в рот? Это мне? Нет, это Велону Нет Я не знаю Я думаю, без разницы Конечно Там такие вопросы Вы просто не представляете Там, ну, вопросы такие себе А сколько тебе лет? 17 Просто забыл А, 17 Вот это приплыли, конечно Так почему приплыли? Это нормально Ура, 18 А можно вопрос? Ладно, а с меня? А когда 18? В июне 21 июня Ага, еще долго Анастасия, а почему у тебя первая буква А маленькая Анастасия большими? Я не знаю Что получилось? Я просто захотела Буква А с маленькой Хорошо, папе, я думаю, ты можешь дальше добавлять Мы будем знакомиться и потом все вместе говорить, короче Потом можешь к нам кого-то добавлять Добавляю Привет Она замучена Алло Отошла на меня Ага Все, следующая девушка О! Алло Добрый день Добрый день Всем привет Как вас зовут? Так, меня зовут Мила Некоторые называют меня Саш Милой На самом деле, очень приятно видеть вас Всем еще раз привет Как ваши дела? Наши дела нормально Наши дела отлично А зачем вы пришли на эту передачу? Я пришла на эту передачу, ну как Затем, чтобы найти свое счастье То есть вы так видите свое счастье, да? Такое небрежное, кудрявое, рыжее Ну, я бы так не выражалась А сколько вам лет? Я просто забыл Мне 21 год Я из Москвы Из Москвы Вопросы закончились, да, Иван? Вопросов больше нет Это Вадим Да нет, мы познакомимся Список Нет, список, список не надо Добавляй, проскнем третью девчонку И типа этот Давай Да, мы познакомимся, как говорится И начнем Ух ты Добавила третью девочку Так, ну мы не видим Ну нужно время, чтобы тут камера Нужно время, да? Ну У нас с телефона? Да Привет 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 Чисто Чисто первый урок Знаешь, типа на этой На отдаленке Привет Здравствуйте, как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста Я Елизавета Я из Воронежа У меня скоро 18 Вот Скоро 18, это на сколько скоро? Ну, в ноябре Севчок А нет, этого года Близко, Ваня Меня ближе Ну и что? Сейчас драка начнется Так Иван, ну вы можете приступать к каким-то вопросам, что ли, масштабным, серьезным Не вот те, которые поппи-босс кинула Кстати, если хотите, вы можете, вы задать вопрос Иване Не, у меня к вам вопрос ко всем Да Вы серьезно настроены на меня? Да Конечно Конечно Все Все, вопрос закончился? Иван, я вижу, вы морально подготовились, да, к этому шоу? Ну, морально стараюсь вывести как-нибудь, все нормально Тут много девочек, они все на меня смотрят, они хотят меня, я так понимаю Конечно Конечно, Иван, все девушки хотят вас Что-то, мне кажется, Анастасия как-то обиделась на меня Я? Да Нет Нет Иван, а я вижу, что напиток начинает действовать, да? Нет, Вадим У вас есть, ну, вопросы ко мне, девочки? Да Можно я? Хорошо Я открыт к вашим вопросам Это что такое? Это ледная бумага Нет Нихуя себе вопросов, блядь Начнем Вы подготовились, да, я так понимаю, к этому шоу? Так, я не вижу, к этому шоу Ну, там ничего не написано, да? Что? Там ничего не написано, да? А, реально вопросы, да? Трэш Что написано? Охуеть вопросиков, блядь Я начну с самого главного Хорошо Какое бы ты фото хотел бы со мной, милое или сексуальное? Иван, сексуальное вы знаете это как? Ну, это, типа Целоваться нужно на камеру, да? Да, Иван? Именно так? Нет 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 А как? Ну, не, я бы хотел бы милое такое, знаешь, чтобы Запостить все такие О, соу кьют Понимаешь? Чтобы прям Нормально было Миленькая фотка Должна быть Иван, а где же Ваш вот этот вот Внутришний Когда вы сюда на стримах говорите Там, ебать Я там жестко ебусь Я там такой жесткий тел Ну, не, я Не, я реально Очень жесткий Но Такого у меня жизнь не готовила Что я буду по веб-камерам Сидеть с девчонками Общаться как-то То есть Почему-то Лиза с меня кринжует Я так понимаю Да нет Нет Я не могу просто Нальбоваться Ну, понимаешь? Типа Просто так неожиданно Ваня, могу вопрос А что для тебя вообще Главное в девушках? О, да Я тоже хотела задать Душа Душа, да Да, да Это как в том приколе Не, серьезно Ну, главное, чтобы Она это Заботилась обо мне Там была добрая Миленькая такая Ваня, что вы били? Сиськи или жопу? Жопу О, подтверждаю Насчет Вот, раз такой вопрос Задался, я забыл А какой у вас Размер груди у каждой? Я не мерила Не меряете, да? Уверенная двоечка Написала А? Я написала Уверенная двоечка У тебя уверенная двоечка, да? Уверенная У меня тоже У меня два с половиной Я скроенная Наверное Я не точно Понятно, понятно У меня есть еще Какой-нибудь вопрос Для меня Ну, такой Да, есть Будут ли новые релизы Там, альбомы Песни А вы уверены Что вы к тому человеку Прошли Какие, блядь, альбомы Нахуй Ну да Ну, понимаешь Как бы Надо развиваться Не все время Афк сидеть Ага Ага Вот так Куда ты решила Не 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 Просто Ну музыку Ну Песни Там Может быть Фиты С кем? Ну не знаю С вашим братом Например С матчем С матчем С матчем С матчем Какую песню Ты бы включил На похорон О Нормальный вопрос Кстати Какую песню Включил На похорон Какую-нибудь Из допстепа Я не знаю Мне 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 очень нравится Чтобы Было Смешно А может Ты включишь? Не Дурбай Давай Дупстепчик Хорошо Другой к вам вопрос Ладно У меня У меня есть к вам вопрос Как вы относитесь К тому Представляете Вы будете встречаться Например С Ваней И как вы относитесь К тому Что Он довольно-таки Популярный И много Девушек Его хотят И он может Например Уделять Каким-то девушкам Внимание На стримах Ходить налево Так скажем Нет Ну не ходить налево Просто На стриме Например Уделять Каким-то девушкам Внимание Так это все Дело Уверенности в себе Исключительно Уверенность в себе И уверенность в своем Человеке Это главное Доверие Кстати Да Вань Что для тебя Доверие Например Доверие Да Ну я Честно Я вообще не ревнивый Ни вообще никакой я максимально доверяю девушки вот это прекрасно девушки ревнуют ко мне все девушки которые у меня были они ревновали ко мне девочек мне кажется то что вот как раз это зовут та самую уверенность в своем человеке в своих отношениях а вот вы девочки вы ревнивые вообще нет ванна это все девушки так можно это в этой серии когда это это правильно когда это подается с юмором когда это просто такой нотан с юмором будет гайку ебать а чего паров лим не такого нибудь не вот смотрите если бы я на стриме будет другую девочку щечку поцеловал вы бы как бы к этому отнеслись а это смотря как по дружески ну гайку просто щечку взял бы поцеловал ну смотрите мне мне было бы в задании то что я должен поцеловать руку нормально все это говорят нормально мы все пиздим не так при встрече при встрече очень многие когда видятся они могут поцеловать друг друга щечку то есть там подруга друг не важно кто-то обнимать может при встрече понял понял почему-то все из-за чего все в чате крыжут я вот не могу понять вообще без крыжа да я тоже подтверждаю очень даже хорошо иван чувствуется в вас прям секс такой похититель женский сердец слушаю да слушаю тебя очень волнует но ты стесняешься об этом говорить ничего себе вопрос задуматься надо ну обычно я знаю что его волнует очень сильно но он стесняется об этом горит на стримах это то что ему девушки не скидывать сиськи в инсту он мне это говорил без стрима не скидывает не скидывает а он очень хватит факт скидывали мы мне очень мало скидывать девочки сиськи и так далее типа обычно 0 это не очень мало его на это вообще не скидывать ну да ты очень этого хочешь ну я бы не отказался бы конечно мне на модерацию я ему перешли о чем ты гордишься но нет повода рассказать чем я горжусь но нет повода рассказать но не можешь рассказать потому что нет повода ну у меня хуй большой по моему ты рассказывал это постоянно говорю но мне мне на самом деле никто не верит нахуй ты заспойлерил нам уже такой тизер был некоторые на стриме вадим какой-то мини-тизер такой сливчик трека полно ну там он не полный был во первых там было холодно вадим я 10 раз это говорил и давайте без тизеров пошел прошу вас что еще раз на диете будущее чулочки юбочка но если мы с тобой будем делать свидания чтобы прикольно было так в челучках юбочка такая пришла такая в топе кстати сейчас белье и юбочки используют представите белье белье да одежда вообще вся вот футболка это белье ну да есть постельное белье есть обычный белье нет носки это носки а какое у тебя постельное белье с тачками роблокс не не обычно беленькая серенькая понятно белое белье самое лучшее самое красное красивое особенно для мужчины белое белье блять когда там потом точка такая блять становится на коричневая блять постоянно я имела ввиду постельное если мы говорим про женское например или про мужское мне кажется черный самый оптимальный цвет это который мне кажется нравится и подходит всем девочки еще такой к вам вопрос посмотрите что вы делали ну вот так произошло да вы забеременели от меня оставляю что что вы сделали ну вот сейчас сейчас наверное аборт да ты бы купил своему сыну хлеба мне кажется я бы уже бы в другой стране бы обитал ваня чем-то готов поджертвовать вообще ради девушки смотря что тысячи рублей мог бы пожертвовать я бы мог чуть-чуть да раскошелиться но не стриму бы не бросил никогда ладно вань какой бы ты самый дорогой подарок мог подарить за какую сумму ну не типа смотря сколько мы с ней встречаемся начнем например три месяца и у нее день рождения три месяца у тебя какой-то калькулятор есть его что-то на что-то умножаешь не я примерно представляю себе три месяца встречался с девушкой чтобы ему подарить написано у меня хэштег а то у мне просто уже 15 заявок в дискорде нет они видят дискорде у нас ну может быть там ну айфончик мог бы подарить тринадцатый в рассрочку если не не уровне рассрочка не рассрочка ну подарил бы до 13 айфончик мой возможно бы то есть и готова самый дефолтный самый дефолт ну с 1100 нормас было бы так это это дорогой подарок довольно 5s иван то есть вы готовы раскошелиться до трех месяцев до три месяца отношений но есть еще в эти три месяца секс присутствует если нет то вряд ли то есть это для вас очень важно иван ну не сказал бы что важно но прикольно все равно откуда вы знаете его не знаю еще да согласен но вы придумаете что это прикольно ну да наверное да наверно заебись ну папа по рассказам типа это норм кто рассказывал друзья дмитрий лекс и дмитрий лекс тоже в этом списке участвует там косты всякие там ну короче кентики мои так еще вопросы девочки есть да есть хорошо задавай месяц выигрывать казино или девушка вот вопрос конечно задала смотря в сколько в казино выигрывать какие суммы выигрывать да можно выигрывать 100 рублей да ну и смотря какая девушка еще вот тоже но я бы я сейчас если месяц выиграть казино и там выводить по ну 1300 1200 100 наверное выбрал бы девушку чувствуется пиздеж один казаков ни в коем случае нет иван я полностью на вашей стороне просто немножко запах пиздежа присутствует а твое любимое дерево kanske дерево типа мур и старый да надо мудрый старый там орешками а ты где вопросы брала анастасия да ты просто загубил Типа, вопросы мальчикам? Нет, сначала 101 вопрос с подколом для мужчин. А, то есть это сейчас был с подколом? Ну, нет, не знаю. Ну, там некоторые я не знаю, откуда брала. По-разному. А любимый цвет? Чёрный. А знак зодиака? Любимый знак зодиака. Может быть? Шариш? Арак? Я. Я, кстати, тоже рак. Девочки, а сколько у вас было парней до меня, так скажем? Ни одного. Вы, значит... Хорошо, подожди. Чистые. Чистые. Ничего руками грязи. Ой, Анастасия, нет. Мила, а у тебя? У меня были отношения, они были, на самом деле, не долгосрочные, поэтому... Но они были три раза. Ну, то есть у меня три раза были отношения. За мои 27 лет. Не пошло, да? Да, да. То есть в какой-то момент понимаешь, что, блин, здесь всё-таки не твой человек. Вот. Ну, это нормально, все обжигаются, да, Иван? Это да, это нормально, абсолютно, да. Да, да, да. Нет такого с этим. Ну, у меня девочке за 19 лет было три девушки. А вот ты обжигался от этого? Прям жесть обжигался. Меня все бросают, нахуй. Типа, я не знаю, что происходит. Я вроде хороший, но меня все бросают. Ну, это проблема не в тебе. Как по-твоему укрепить любовь? А, что ещё раз? Как по-твоему можно укрепить любовь? Иван? Хороший вопрос. Прям очень хороший вопрос. Не знаю, на самом деле, на самом деле не знаю. Детьми, наверное. Ты думаешь, это прям так работает, да? Ну. Кстати, возможно, это и работает. Деваться некуда. Да нет, ну как это, Иван? Ребёнок, по идее, может сплочать? Иван, когда бы вы хотели ребёнка? Ух ты ж, вот это вопрос. Через сколько лет, Иван? Через сколько? Ну, через лет. Давайте я попробую угадать, через сколько. Давай. Через лет 13-15. Нет. Ну, хотя... Это 13-15, это сколько? Ну, через лет 8, да, 10 где-то. Чтобы мне там уже было 29, и такой уже был дедок. А вы, девочки, которым по 17, вы бы когда хотели бы детей? Ну, за 25. В 20, наверное, смотря, как всё пойдёт. Ну... Для себя пожить. Ну, 25, наверное. Да. Где-то в 25. Ну, вот, единогласно. Ну, нормально, нормально, нормально. В 25 заебись. Ну, от 25 можно уже думать, но пока не надо думать. А девочки, которые сказали, что у вас не было парней, это вот прям правда? Или вы врёте? Не, 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 не сказать то, что у них не было парней ни разу, ни у кого. Иван, то есть вы хотите сказать, что в 29 лет вы уже будете задумываться о ребёнке? Ну... Иван, я хочу вам напомнить, что сейчас нашему общему очень хорошему другу 35 лет, и он до сих пор думает только о драчильнях. Не думаете ли вы, что вы пойдёте по тому же пути? Ну, вы говорите про Дмитрия Ликса, правильно? Ну, вариантов-то немного. Если бы был Дмитрий Ликсом, ну, я бы тоже был бы как он. Ну, типа, я не знаю, вот я Димана вообще не представляю с девушкой, вот прям серьёзно. Не знаю почему. Почему? Не знаю, мне кажется, Диман чисто такой ёбарь. А вы представляете, какой Дмитрий отец, какой бы он хороший был, бы добрый. Ну, да, тут согласен, согласен. Ну, вот, поэтому так. Девочки, ещё один вопрос. А вот, смотрите, если бы я сходил бы налево, вы бы меня простили? Смотря в какой ситуации. Смотря как. Смотря как. Смотря как налево сходил? Ну, вряд ли. Да, да, да. А, так, подождите, ты как, смотря как налево сходил? Смотря что ты сделал. Да, возможно, это может быть по пьяни. Переписка какая-то, может быть, возможно. А может, ты пошёл налево и не вернулся. Тоже вот. Это, конечно, да. Ну, типа, по пьяни можно, да? Нет. Нет. Ладно, Иван, ты задаёшь такие вопросы девочкам, которым по 17 лет, мне кажется, это не совсем... Ну, хотя тоже. Да, не совсем корректно, поэтому я думаю, что они не смогут тебе ответить правдой, как минимум. Тоже верно, тоже верно. У вас есть какие-нибудь вопросы? Лиза, у тебя нет вопросов? Да, у меня, на самом деле, у меня вообще главный вопрос. Я вообще-то хочу поздравить всех с наступившим уже Новым годом, 2022. И у меня, собственно, вопрос, как ты, Ваня, отметил этот прекрасный праздник? Как ты встретил этот год? Заряженный ли ты? Это первый год, когда я просто болел, уезжал на кровати, ничего не делал, чисто я один был, потому что мне было очень плохо. У меня была температура, я лежал... Хорошее начало года, у меня было такое же. Да, начало года было самое замечательное, самый, ну, первый раз я так Новый год встретил. А, вот, кстати, у меня еще такой вопрос. А как ты относишься к тому, что девушка старше? Ну, поначалу относился к этому... Если на пять лет. Не, я спрашиваю про себя, про два года. Два года. Два года. Я сначала думал, это плохо, но потом переосмыслив, мне кажется, это прикольно. А в чем прикольно, Иван? Ну, чисто мамочка такая с тобой. Почему два года, Иван? Какая мамочка? Два года, это тоже, ну, нормально так. Чисто, мне кажется, она меня нормально могла бы обучить. Чему обучить? Портному делу? Прям, прям всему, мне кажется, можно было бы обучиться. То есть вы думаете, что девушка, которой 21 год, она уже очень опытная? Ну, как? Ну, не очень опытная, но... Нормальная такая. Ну, два, нет, два года это мало как-то, я не знаю. Вот если бы было кому-то 25, 26... Я это и говорю, типа, не смущает тебя два года. Не, два года вообще не смущает, два года это чисто. Класс. Такой пустячок. Лиза, у тебя воплотит. Блин, сорян. Это технические неполадки. Можно вопрос? Да, давай. Что будет с контентом? Ну, может быть, ты как-то будешь развиваться в каких-то других тоже проявлениях. Игры какие-то новые, например, стримить или... ИРЛ какие-нибудь новые будут. Ну, я бы хотел... Сейчас этот вопрос по теме прям полностью. Я бы ютубщиком только захотел заняться и все. О, хорошая идея. В твич? Да. Нет? Чего еще раз? Ты покидаешь, получается, твич? Нет? Ну, совмещаешь. Нет, просто совмещать, просто совмещать. А, совмещать, а? Твич не покидаю, не, 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 ни в коем случае. А есть вопросы по типу, ну, там, про отношения? А, ну, я, может быть, девочкам тоже список вопросов скину, чтобы они вопросы... Ну, там такие вопросы, блядь. Нет, я тоже... Там нормальные, там есть кринж-вопросы, первые сорок. Ну, ты задай. Вопросов нормальные. А, нет, я думаю, что нам надо на каких-то вопросах... У меня личный вопрос есть. Ну, давай, давай. Личный, который касается меня, вот как раз таким, да, мы с тобой не так много пообщались, но, тем не менее, во-первых, у меня есть так... Во-первых, вопрос сначала начался. Почему ты, кстати, не погладил рубашку на свидание? Я просто, как вы видите, название этого шоу «Холостяк», я живу один, и у меня некому погладить просто рубашку, у меня нет утюга, просто, напросто. Я тебе привезу утюг. Да? Да, я всё-таки на опыте, как ты говоришь. Хорошо, хорошо, это хорошо. Так, если бы я хотела спросить, да, мы с тобой пообщались, и мне было бы интересно, а можешь ли ты меня описать в трёх словах, например? Что? Тебя? Её описать в трёх словах? Нет. С чем ассоциируется? Ну, красивая, умная по виду. И опытная, да, как ты хотела сказать? Ну, не, я бы не хотел сказать опытная, ну, пусть будет опытная, пусть будет опытная. Немного неуместно про поводу опытная, но, да, как ропал, да, окей, спасибо. А, вы мне. Сможешь ли ты сорваться в другой город, если вот прям, ну, любовь к девушке всё-таки? Ну, если прям безумно влюблюсь, то да, возможно, сорвался бы и приехал. Мне кажется, Ваня всё равно будет тянуть девушку в Питер почему-то. Ну да, мне было бы легче просто в Питер вас перевести. Ну, если там она не может, или... А почему? Что такого может произойти, что она не может? Ну, я не знаю, я не о себе как бы. Ну, просто, как бы, пожертвую своё время. Если бы она, например, у меня любила, то ей было бы так же, типа, наплевать, она бы приехала. Посмотря ещё, наверное, про какие города мы говорим. Если мы говорим про Москву, то, возможно, Ваня бы и поехал. Не, Москву, да, Москву изи. А я, типа, если прям очень далеко лететь куда-то, то это, скажем, минус... В Владивосток. Да, это проблем на, так скажем, ещё параметре. Во-первых, пинг будет в КС-ке плохой. Меня слышно? Да. Да-да-да. А я хотела задать вопрос вот то же самое, как у Милы. Ну, первое впечатление. Первое впечатление? Да. Блин, мне кажется, Ванне сейчас сложно будет три слова найти. Это очень сложно. Ну. Блядь. Очень сложный вопрос. Продуманное, я бы так сказала. Ладно. Да, блядь, это сложно. Я не знаю, есть и другие слова... Вопрос к Миле есть из чата. Пишет Дмитрий Ликс. Как ты относишься к разнице в возрасте в 14 лет? Блядь. 14 лет младше или старше? Ну... Старше. Старше. Младше. Так. Младше. Мне было бы легче ответить. У меня просто с братом 17 лет разница, моим родным. Ему сейчас... Не надо продолжать. Давай все-таки рнемся, когда старше. Нет, я не вижу, что это не классно. Короче, подождите. Разница в 14 лет плюс... Блин. Я думаю, что для меня это пока... Не мой вариант, скажу. Ладно, а ты видела Дмитра Ликса вообще? Это очень сексуальный мужчина. Да, очень. Ему 35 лет. Не видела Дмитра Ликса. Он миллионер. Блин, я не знаю. Очень жесткий. Он водит машины очень жестко. Он очень накачанный такой. Да. Подтянутый старенький человечек. Почему это старенький? Ну, ладно. Энергии у него побольше, чем у вас, Иван. Мне кажется. В некоторых моментах. В некоторых моментах, возможно, да. Так, ладно. Давайте, наверное, будем закругляться. И будем звать других девчонок. Чтобы мы точно все успели. На вопрос, из которых мы задали, ты не ответил правду. Что? Еще раз. Когда ты не ответил правду? На вопрос, из которых мы задавали. Ответил неправду? Иван, вы лгали? По-моему, во всех вопросах я сказал честно. Вот какой вопрос, как ты думаешь, который я ответил неправду? Я не знаю. Ну вот. Мне кажется... То есть подозрений нет? Ну, вроде. Ладно. Нет, нет. Солгал то, что у меня было три девушки. Их меньше чуть было. Ноль. Ладно, шучу, Иван. Я вообще... Меньше чуть. Про член, говорят, ты, возможно, соврал. Ну, не, про член тоже не врал ничего. Хорошо. Можно тоже вам спросить? Да, давай. А вот ты сказал, да, по поводу меня. Ты меня писал. Мне очень было приятно. И я хотела уточнить такой момент. А как бы твои друзья тебя писали? Меня, мои друзья? Как бы писали? Ну, мне кажется, они бы сказали то, что я добрый. Да, добрый. Это сто процентов. Красивый, умный. Не-не-не-не-не-не-не. Интересный в общении. Блядь, тоже, по-моему, неверно, неверно. Возможно, ну, не знаю, красивый бы они сказали, нет. Ну, Максюша бы сказал бы точно, что я красивый. А Вавилон. Так я вот говорю, я вот только что перечислил. Все, все варианты. Ты очень добрый, да. Ты очень добродушный такой. Никогда не горишь. Мне кажется, я реально добрый. Да, очень. Ну, не, никогда не говорю. В последнее время я начал в доту играть. Ну, сейчас страшно, это игра такая. Ну, да, тоже верно. И, ну, мне кажется, самый хуёвый во мне минус, то, что я не могу, я не умею поддерживать просто человека. Я не знаю, как это делать. Мне кажется, ну, я просто не умею поддерживать. Поэтому, мне кажется, самый большой минус. Мне кажется, это ты просто так думаешь, что ты не умеешь поддерживать. Ну, я так могу сказать, типа, ну, держись, чё. Типа, я не умею. Ну, не знаю, не знаю. У нас вот были ситуации, когда я тебе писал, ты мне отвечал довольно много всего писал. Поэтому, не знаю, Иван, откуда у вас такая информация. Да, наверное, зависит от близости, может, с человеком. мне кажется очень плохо помог бы левому человеку поддержал бы а правому ну смотря какую помощь просит ты должна понимать то, что в инстаграме очень много пишут всякие попрошайки и так далее просто поддержку просто поддержку нет обычно деньги просят просто типа там у меня маме плохо и так далее, понимаешь? это обычная паста, которую пишут а какие отношения у тебя с родителями? как они относятся к твоей деятельности? замечательно, у меня с родителями прям максимально хорошие отношения ну они видели там, не знаю ладно, не важно ну как бы ладно ну короче, хорошо, да? вопрос закончился я с ним не ссорюсь, вообще ничего не делал ну недавно он к маме ездил на день рождения позавчера а чем ты глядишься вообще? горжусь да, какими достижениями? ты говорил хуй ну достижений у меня не так уж много не знаю, ну гордиться пока нечем мне кажется, я мало чего достиг почему, Иван? стримлю просто и все ну это уже повод для гордости десятый левел фейс, это прикольно, наверное а вот у меня, вот можно еще очень интересно как раз таки да, Ваня правда интересное общение а доверил бы ты, например, девушке, я не знаю, там свою карту и там, я не знаю, контролировал бы ее расходы ну, смотря, вот все упирается в то, что сколько ты с ней общаешься и как ты доверяешь ей, мне кажется ну для меня, типа ну в первый год, мне кажется, вряд ли бы я дал бы свою карту ей а чем она будет платить, например? только своими, да? ой, а можно вопрос от меня? ну, смотря, смотря что покупать, к примеру, будет если для нас, то возможно я бы с ней бы, типа, просто ходил бы и покупал бы это все все, что хочет но сам бы карту не давал бы, чтобы она ну, если нормальная девушка, она бы не тратила бы на хуйню какую-то просто бабки, мне кажется ну, для меня так кажется ну вот, да, идеальный контроль денежных средств можно вопросик для девушек, для Вани? давай, как раз ластовый, давай, отлично да, да, вот, смотрите у вас же будет следующий этап, это ваше, как бы, первое свидание вот как вы считаете, кто на первом свидании должен платить счет в ресторане? вообще-то я плачу счет в ресторане на первом свидании но я понимаю, к чему это вопрос но вообще, я могу сам заплатить ох, нихуя Иван, не расстраивайтесь я в нужное время нужно просто сказать давай пополам заплатим просто и все, типа там и при нормасе, нормасик будет ну, я считаю пополам ты считаешь пополам, да? ну, нет, на самом деле на самом деле, смотря, если бы я вот прям прям жестко бы позвал бы такой, типа да, пошли ну, так бы, да, я бы, наверное, должен был заплатить а так, так пополам, мне кажется, нужно платить в семье то есть равноправие ну, типа того, да ну, там, я не знаю, там все как-то сложно очень там не именно 50 на 50, а просто где там? 75 на 25 нет, в каких-то моментах нужно а в каких-то моментах не нужно платить 50 на 50 каких не нужно? ну, блять сложно по ситуации все зависит от ситуации, да? в какой ситуации, Иван, вы бы оплатили за девушку счет? ну, я ее, к примеру, беру типа, пошли посидим в ресторане она такая, типа, ну да, пошли и тогда бы я точно бы оплатил а в какой ситуации 50 на 50? ну, к примеру если бы мы жили в съемной квартире я бы, мне кажется, 50 на 50 бы оплатил хотя, смотри, блять, доходы какие все это очень сложно, мне кажется ну, если бы она не работала, получается без работы а ты хочешь, чтобы девушка твоя чем-то занималась? сложно, блять Иван, если девушка у вас будет безработная ниже достатком, чем вы вот, вы бы смогли с ней встречаться? вам бы легко было общаться? да, да, мне бы легко было общаться а если она бы больше зарабатывала? о да, то как бы ты к этому отнесся? вопрос от Милы ну, если больше ну, мне было бы похуй, это вообще заебись что, она бы за меня платила бы все, если бы прям намного больше если бы она сказала 50 на 50 ну, 50 на 50, так еще лучше а назови вообще да, если мы сейчас говорим даже о денежных средствах назови, там, не знаю три вещи, которые должны совпадать у тебя и у партнера три вещи чувство юмора, я не знаю ну, максимальное чувство юмора это если она не понимает моих шуток это просто, блять все, нахуй я, я, я бы мало людей понимает ваши шутки а если бы девушка была выше тебя выше меня? да ну, это чисто, блять, было бы хуёво тоже но почему хуёво, Иван? ну, я не знаю я, я бы чисто такое, блять и, иду, и сама мамочка идет огромная и это было бы плохо как-то, я не знаю но я бы хотел, чтобы, чтобы девушка была ниже меня на сантиметров 10 как у тебя рост, Иван? у меня метр восемьдесят пять где-то может быть, не знаю следующим перейдем да, да по последний вопрос давайте пять вопросов назад да, спасибо большое как говорится вам мы хотим сказать с Иваном и мы пойдем послушаем других девчонок я для себя сделаю спасибо вам большое с вами правда безумно комфортно общаться и очень важно спасибо, 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 девочки спасибо большое, что пришли спасибо 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 пока-пока до свидания я хочу сказать спасибо всем еще что-то позже чату тоже чату тоже ну, правильно нужно иногда и к чату немножко подлизываться да, чат? к чату подлизываться это максимально нужно да так, девочки, видимо, не знают где кнопочка выйти из комнаты в дискорде так ты просто перекидывай а, я кикнула, бля Вадим, что-то прям максимально сложно да, прям как-то Иван, но особенно а сейчас будет 4 девушки прям очень сложно ну, там одна знакомая так что будет, мне кажется, полегче так, начнем с первой девушки вы готовы? или вам пауза нужна, чтобы там выпить кока-колы или там еще чего? да нет мне кажется, мы прям мы хорошо настроены да, Иван? ну нужно бы вопросы нормальные какие-нибудь, Вадим я не знаю у вас есть Иван, я могу я могу вам задавать вопросы просто хочется слышать от вас понимаете? там есть нормальные угу ты там, долистай вниз там 60 нормальных вопросов это первые 40 кринжовые специально первые 40 кринжовые не, ну там реально ну типа секс втроем практиковался Иван, просто там а подождите а у нас сейчас в стаке девушек не будет девушки которые 17 лет сейчас проверю по-моему нет, да? сейчас раз Альбина два Татьяна нет нет 7-18 да, да, да не будет блядь, что-то это неуверенно какая-то хуйня такая была я не понял я с телеграм напишу я такая неуверенная хуйня была, блядь что, так? давайте вот так вот так, давайте я вас сейчас покину на секунду нас покинешь? алло алло алло, здравствуйте мы вас не видим, адам привет добрый день ничего себе это у тебя сзади что? дождь не думал? это у меня лампа лампа я такую в тиктоке видел рада да, я тоже видела в тиктоке такая так, шейн и все что такое шейн? не знаешь, что такое шейн? нет мне 25 лет я приспать типа, сервич понял? я понял не, шейн это типа, знаете усовершенствованный алик типа, алик 2.0 только лучшая версия а, понял алик? да алик это мой друг мега раша ладно, шутиться не буду ах, хочется шутить Иван а сколько как вас зовут? как вас зовут и сколько вам лет? меня зовут Альбина мне 20 лет 20, алик нормально, нормально Альбина кстати, очень красивое имя у меня есть друг Альберт о, мне отражается я просто хвастаюсь друг Альберта меня папочка назвал в смысле, папа папа, хорошо понял, понял альбина, это у тебя линза или у тебя глаза такие голубые я только сейчас увидела ну, это мой цвет глаз но я в линзах потому что я плохо вижу но они не меняют цвет все а какой еще минус? охуеть ой я не знаю, куда проверялась у меня сейчас стигматизм это все ухудшает ситуацию ну, минус 3 и там еще какие-то добавки это тоже плохое зрение от папы минус 3 это хвах ладно у тебя очень глаза красивые спасибо пожалуйста вот так, Иван надо общаться с женщинами понял, понял у тебя очень глаза красивые спасибо большое у тебя тоже, кстати, красивые голубые такие глубокий оттенок мне нравится а удивительно какие голубые глаза будут ой и рыжие волосы смешно тебе, да? давай дальше попи мы чтобы уже начали да, так следующее добрый день, Марина привет здравствуй строго кошки кошки привет привет привет, Марина а сколько тебе лет вопросик такой маленький? 18 а я еще желтая это подсеточка такая тебе нравится желтый цвет? да, нормально пойдет я еще забыл спросить а откуда вы все? я снегра, Украина я здание у востока Хабаровск считай близко, братан туда-сюда капец-то все так близко живут в вашем шоке Хабаровск это вообще, кстати тут поблизости 180 пинг кайси нет, нет 120 120, блин честно 120 на парень если играть с ребятами запада а если я на своих серверах японских то 20 нормально, нормально японский будешь пилить, Ваняк PUBG как это да сейчас сейчас Иван накатит и все пойдет как говорится попроще давай, Поппи-по следующую следующая девушка здорово добрый день нихуя себе здорово это я сказала если что мне шоколадка ну понятно что у тебя шоколадка во рту, блядь она находится зато во рта не вылазит вообще эти шоколадки Таня, мы тебя не видим Татьяна, здравствуйте не Поппи-бог которая привет 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 чат а ты не хотела еще костюм вообще, блядь такой надеть с противогазом, блядь сидеть извините так просто проще будет а ты масочку не будешь снимать вообще? ну когда-нибудь сниму я-моё а если я тебя позову на свидание ты тоже в масочки придешь? ну вообще да ковид же да, вообще нужно маску носить вот позовешь мы и поговорим со мной без масочки нужно, мне кажется нет, ну если вакцина то можно и без маски так что нормально кстати, у тебя еще там прикольно маска сзади на спинке ствола у меня А нет блядь у Танечки понял, понял попи-бор давай нам этот ластецкую и чтобы мы уже начали говорить так, последняя девушка на сегодня переместила ух ты добрый день незнакомка это я знаю это с 89-го склада а ты вебочку включишь? да, еще секундочку добрый день ух ты ж всем привет добрый день здравствуйте как тебя звать? как вас зовут? я зовут Даша а лет сколько? 18 через пару дней 19 понятно Антоня, а сколько тебе лет? я забыл спросить 19 19, а живешь где? в Костроме тоже близко, считай на велике доедешь Дарья, а вам сколько лет? ой, блядь а где вы живете? это все хотят спросить ну в данный момент в Санкт-Петербурге живу близко, близко даже очень близко ну да, так вопрос такой к вам я такой вопрос уже задавал в прошлой паре там была пара? ну там было трио ладно не, я просто считаю чат там там пиздец происходит какой-то чат, вы можете помогать Ване задавать вопросы? не, не да, еще это тоже заебись было бы ну смотрите ну такой вариантик произошел мы с вами встретились да, и все пошло по массу так скажем да и вы забеременели что вы будете делать? так в смысле, Ваня до тебя я как бы не собираюсь с кем-то еще не, не, ну не, я понимаю, не понимаю ну ну так произошло со мной, к примеру ну если бы мне было 18 а не 19, да? ну да, не знаю ну я бы не стала рожать а то вообще пиздец ахуй мне пизюк 18 лет я сама еще пизюк а то еще рановато а как же пизюк в склад? как скоро это должно было произойти вернее, произойдет ну, например, вот ну сразу ну так получилось ладно можно я задам вопрос от Вани который он хочет задать но боится как вы относитесь к сексу на первом свидании? потому что Ваня у нас такой резкий молодой человек и как бы ну по нему видно а Иван потянет? в каком смысле потянул? ну, сразу при первой встрече ну, конечно, конечно у меня целый план есть по таким прикольным пока не рабочий а можно узнать ваш план? если там что-то входит нет, в смысле как это? вы узнаете план? нет я сейчас расскажу, блядь и вдруг ничего не выйдет опять не по плану пойдет? да, если не по плану пойдет на первой встрече то есть тебя такой план первой встречи, да, получается? то есть ты намерен? не, не, не это Вадим Казаков задал вопрос я такого не задавал ну просто ну ты не против я не против а если бы девушка была против ты бы как? пофиг? или ты бы уважаешь меня? заставляю 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 осознаем осознаем на всякий ну типа не, вам задали вопрос вы типа как относитесь к сексу на первой встрече? нет, вопрос как относитесь положительно или отрицательно? я негативно 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 ладно сколько еще раз? а на втором? а на третьем? нет, ну это был бы какой-то дедлайн я не знаю нет, ну кстати на втором на втором у Вани это прям сразу же первый заканчивается и сразу вы заходите еще раз и начинается второй типа нет если бы, да мы с вами не общались на первом это, наверное, слишком быстро а вот на втором, к примеру не нет не мне кажется надо по ситуации смотреть что там вообще происходит а если второй день то есть первый встретились второй раз типа, ну второй день как бы второе свидание неплохо то есть для вас так, да? второе свидание вообще пиздец жесткое ну прям вообще жесть у меня вопрос в воздухе витает а у вас же первое свидание будет получается на стриме вы прям на стриме сексом займетесь или как? нет, конечно нет, конечно нет это запрещено правилами твича во-первых так есть другие площадки на которых можно постримить иван нет не несите хуйни таракан там после стрима можно уже там чики-барики и в дамки ладно, как бы вы хотели видеть свое первое свидание то есть куда вы бы хотели пойти? я бы хотела куда-то погулять сходить поговорить о жизни ну было бы ну было бы лето туда а вот зима в компьютерный клуб в компьютерный клуб да а в ресторанчик к примеру в ресторанчик ну можно можно ну в принципе сводил бы накормил бы накормил бы? а чем? ну вот я вот так говорю вот вот я буду то, что вот ты закажешь ты бы что заказал? о, цезарь цезарь и все? ну не знаю а еще лучше что там а попить? чай, кофе ну заказал бы чайка наверное такое чисто это ну нормально а зачем вообще так делать? можно же просто самой заказать или и? ну да типа то, что хочешь то бы взяла бы и все ну ладно просто интересно стало понятно так ладно ваши вопросы закончились? неловкое молчание ну задушили Танечку просто такая она спросила нет задавайте вопросы этот у меня есть вопрос ого Иван можно задам? да Иван что бы вы выбрали? что бы вам вынесли ваш трон или дом в доте? с учетом того что игра в доте идет на жизнь ого Иван наверное дом правильно Иван дом молодец Иван очень хороший ответ я бы так же выбрала правильно правильно а у других девочек нету нормальных вопросов? у меня есть вопрос Ваня в каком месте на теле девушки тебя бы смущали волосы а в каком бы не смущали? волосы на теле ну блин желательно чтобы не было мохнатки где? ну просто везде чтобы не было смотри у меня мохнатка это мохнатка считается или еще норм? не на голове на голове пузнут волосы согласен типа я умерла от кринжа а ножки а ножки ручки не не ну ручки смотри я не говорю прям смотри какие типа если прям вообще волосатые то хрен его знает ну ноги нет ноги желательно чтобы были не волосатые а усы поппи бой если у тебя есть усы это пиздец а ты бы просто бы скипнул там волосы ногах в руках не ну не волосы на руках это ну не знаю ну или как ты бы сразу скипнул или типа намекнул бы девушке слушай ты не думала как-то изменить свое название если руки волосатые то это как-то не знаю это как-то пофиг вот если ноги то такой себе так бы да так бы намекнул мне кажется там типа сходи на эту а как бы ты сказал именно прямо так ну да прямо зачем ну не знаю возможно не прямо подковыркой типа ебать ну и волосатые ключики у тебя бля это жестко это жестко можно а правду говорят то что у вас дудка рыжая а вы а вы что решили уже дудеть да нет просто интересуюсь это информация да просто может это слухи а кто знает стоп про какую дудку идет речь про ту самую да ваша единственная нет она не рыжая она ну нормальная прикольная да ладно спасибо нормальная это как в каком понимании нормальная блять ебать вопросики девочки я конечно понимаю а можно мне вопрос задать не дудка у меня нормально типа не рыжая все все заебись там хорошо скинь пруф попи скинешь мне потом да я говорю на модерацию меня я всем скину девочка таня ты хотела вопрос задать у тебя есть цели мечты на ближайшее будущее ну купить квартиру наверное и ютубом заняться вот это самое ну ютубом очень сложно заняться я не знаю это прям нужно преодолеть как-то себя мне кажется на это время практически нету так что вот так вот больше нет ни хуя да слушаю можно вопрос еще один давай почему вы когда снимаете тиктоки вы не попадаете в слова я могу помочь научить снимать тиктоки иван серьезный вопрос вадим казаков не вам пиздеть я бы ваши тиктоки последние три штуки видел вы тоже рот открываете нахуй за секунду до слов так что давайте не пиздеваем это такая фишка моего тиктока я еще не научился но если ты мне поможешь научить я тебя научу можно заранее слушать звук под который ты снимаешь тоже неплохой вариант оно в том моменте сразу забывается когда ты нажимаешь запись и все очень плохо становится и типа желательно сразу записывать и ничего не учить для меня это буквально 30 минут жизни ты 30 секунд записал и все нахера что-то делать а ты задумался когда-нибудь что ты можешь быть геем хороший вопрос хороший вопрос очень аккуратно отвечайте на него особенно Иван ну так посещали мысельки все-таки наверное при дружбе с Максимом шедоу кеком да с шедоу кеком да вот с шедоу кеком я очень много посещал таких мыслей ну и приходил к выводу то что я больше это девочек люблю а можно вопрос задать Иван вот я на вас смотрю у вас такие усики а вы с этими усиками во многие трусики прошли или не очень не ну в твои бы я бы конечно заскочил бы да шулечка твои бы как будто вебки лагают а не все перестал лагать в твои бы заскочил бы точно если пойдет все хорошо и на свидание пойдем посмотрим ты уже прям решил заскакивать да ну не 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 я не решил я еще ничего не решил я еще пока не понятно очень очень плохо то что Таня сидит в маске было бы прикольно если бы она маску бы сняла а так в маске я считаю в маске это скам только глаза видно грубо говоря если бы я маску одел бы я бы вообще был охуенным мне кажется если в маске охуенная особенно если все лицо закрыть то вообще прекрасно не знаю не знаю не все у меня не помещается нос в маску поэтому я хуй его знает бугорок торчит да у меня тоже просто у меня такой же ну да у тебя же Нобель не хуйный ну у вас тоже у вас тоже ничего такой по размерам а сколько вообще у Вани кстати мр дочи звания в кс что-то я прошу в этот момент 10 лвл фейс мр 5500 ну я пока калибрую но я знаю что у меня 500 примерно 500 а можно еще вопрос можно вопрос вы давно пиздите нет недавно недавно с предыдущего вопроса начал пиздить у меня еще по доте есть вопрос можно давай а вы можете Иван сказать какой фарм потенциал у фантом ассасин и вообще какой посоветуете лучше закуп с учетом того что на линии стоит хорошая пятерка которая неплохо так вопрос конечно почти мне кажется не в ту сторону мне нужно вопросы по по холостичку так скажем ну там про отношения про детей но это влияет ну это хорошо как вы относитесь к сексу в трое ну смотря смотря каково вдвоем сначала нет смотря как типа мжм или жмж если жмж заебись прикольно мне кажется а вы думаете вы потянете двоих справитесь ну конечно ммм нет ммм не пойдет ммм такое приколюха не для меня а че почему шандалкек и дмитрий ликс ну я не посередине надеюсь надеюсь дмитрий ликс посередине будет а в паре было бы допустимо секс втроем или ты был бы уже против еще раз в паре вот именно ты встречаешься с девушкой и она тебе предлагает секс втроем кого-то позвать я бы чисто для опыта бы согласился а ты не боишься что разрушить это может отношение или типа ну если она если она зовет эту хуйню и заниматься то я виноват мое дело типа отказать или согласиться но я бы согласился это прикольно чисто такой опыт получить а если бы ты мог крутить только один слот всю жизнь что бы за слот это был какой какой слот это был я думаю петухов или петушку да по 05 поебашить девочки а у вас есть к примеру комплексы вот у вас да у всех есть комплексы иван у вас есть комплексы иван у меня у всех есть у меня нет комплекса вообще нет ты идеально со всех сторон во всем да мне кажется ивану просто похуй вообще мне чисто поебать как я его гляжу я вообще похуй он даже зеркало мне кажется утром не смотрит не у меня нет зеркала ну да я не смотрю у него для чего типа у меня называть себя рыжим но на самом деле я просто знаю что я не рыжий и я могу если что перекраситься и это исправить типа там больше не комплекса ну я бы еще конечно в качалочку бы записался я знаю то есть если бы пошел бы в качалочку я был бы накачан таким кстати а вот у нас есть такой вопрос ко всем в случае бана и старта некой черной полосы депрессии тогда что бы девушка делала в этот момент с Иваном в смысле бан строго ну да вот например его бы забанили и началась бы какая-то такая полоса неудачливая как бы вы поддерживали его у меня в данный момент не белая ты скажешь полоса возможно бы бросили просто заебись прикол нахуй он придумал нахуй понять ну максимально поддерживала как бы старалась бы быть здравым рассудком и просто искать какие-то другие методы не знаю продвижения себя или просто чтобы как-то оклематься состояние где более банжи навечно если навсегда я не оклемаюсь вот прям если она всегда забанит это прям Иван вопрос такой из чата девушка не может просто его задать как вы относитесь к мифу это девушка под номером первого без номера без номера просто вот вопрос такой ну смотря если с пизды слизывать просто чат прочитал ну на самом деле бы слизал ну если честно понял хорошо понятно может нормально почему почему они такие уебанские вопросы задают почему нет нормальных вопросов девочки у вас есть реально нормальные вопросы да у меня есть Иван можно блять у тебя хуел просто я учусь про дота сейчас опять нет нет чтобы вы выбрали пепси или колу только серьезно это очень важно колу колу почему с сахаром или без сразу без сахара и на диете девушкин вот я тоже без сахара все пью у тебя есть какие-нибудь фобии страхи страхи Иван есть какие-то у вас нет страхов так ну прям чтобы я прям жестко боялся нет нету и фобий по-моему никаких нету я ничего не боюсь ничего не это Иван а у вас нет страха потерять все что у вас сейчас есть блять ну такой тоже такой да есть но все равно если что если меня забанят твич то мне кажется я бы мог бы на ютюбе заниматься типа всегда есть какие-то то есть вы уверены что вы смогли бы пережить этот момент ну и сейчас сейчас типа твич банят ну не прям по жизни но мне кажется и меня бы когда-нибудь точно бы разбанили поэтому а что тебя вдохновляет вдохновляет стримить ну да наверное не знаю мне кажется заниматься ну вот к примеру Вадя сейчас не стримил и вдохновение пиздец прошло как-то я не знаю как-то я потерялся я не знаю в последнее время если бы я перестал стримить то вы бы тоже перестали стримить что ли? ну нет что-то в последнее время как-то все хуево мне кажется идет почему Иван не деньги не вдохновляет уже давно потому что я бы у меня до хуя времени не было рекламы так что на деньги похуй как-то в последнее время не знаю больше всего вдохновляет вот если честно то зрители типа если больше счетчик тем больше вдохновляет ну для меня если мало то все вам важна цифра ну зрители да ну для меня да можно вопрос можно смотрите обычно младший брат донашивает вещи за старшим да но почему-то с девушками наоборот ибо тут мнение то что вы донашиваете девушек за своим братом что мне нужно сделать чтобы начать с тобой встречаться мне надо сначала посвечаться с Данилычем нет 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 а ты хочешь посвечаться с Данилычем ему 8 нет ему 8 то есть сначала с тобой а потом с Данилычем она будет нет сразу с тобой это был просто вопрос с Данилычем с Данилычем никто не будет кроме блять тетрадки нахуй ручки блять не у него есть 12-летняя девочка так что он там типа общается не будем об этом ладно по это по дискордику а можно такую скандальную нотку добавить а у всех же девушек здесь нет парня да да у всех ладно не буду за всех говорить каждый за себя а почему вот один такой человек под именем Артур Нерчук запостила в телеграм эту малую я не отдам говоря про Татьяну что вас связывает Татьяна с этим молодым человеком опа стоп кто такой Артур Нерчук интрижечка Таня это злой а да понял я с ним в самом месте Кадик стримили я сидела смотрела как он крутит вот познакомились в голосовой рулетке все Ванек пошел уже Ванек зачем вы накатили Татьяна то есть получается если бы сейчас стоял выбор кого бы выбрали злого или строго вот прямо сейчас вам нужно решить кому вам отказать Ване или Артуру почему отказывать просто двумя сразу сейчас нет ну хотя такой вопрос странный я просто не думала что ладно у меня к вам встречный вопрос вот у вас сейчас нету девушек да ну да нету мужчин а вот я прошу задавал парам у вас были мужчины так скажем в вашей жизни до меня отношения да отношения были у вас да были да и сколько они продлились ну у меня три года полгода ничего себе полгода и три года что скажете вам это были у вас только одни отношения да были у каждой ну да а Дарья вы что ответите ну сложный вопрос ну я ни с кем не ебалась все я думаю этого достаточно все а остальное не важно вопрос такой из чата спросите Дарью что она чувствует к Ивану и зачем она пришла на холостяк я ну это одна Дарья да очень жаль ну кстати вот в чате пишет человек с ником десаут он пишет что трахнул Дарью поэтому не знаю десаут это пиздобол просто все он говорит что всех трахает в итоге там 30 лет никого так и не трахнул ну за что вы так Григоряна зачем я пришла ну за Иваном все просто так вот и все ну что сказать еще Иван ну забрать забрать Ивана понял куда забрать отдаем походу шансов нет почему отдаем нет почему ну это же не от меня зависит ты чего так рано сдаешься Таня тут выбор по-моему очевиден то есть ты так в виде твоих эмоций эмоций не лица ничего просто у тебя ну как будто инкогнито да Иван и глаза понял но Иван глаза это зеркало души Иван видите ли вы что-то в зеркале души ну очень плохо очень плохо ладно вопрос такой еще к девочкам готовы ли вы приходить на стримы к Ване и помогать ему делать контент конечно конечно да нет я не готова я не приду вообще я вообще точно я нет извините пускай там разбирается это его я туда не лезу вопрос такой ладно смотрите короче вот Иван например да у него немного черная полоса например у него падает онлайн и он придумывает такую тему что вам нужно пойти на аферу что при том как он должен выключить стрим он его не выключает а просто закрывает экран и вы имитируете секс пошли ли вы на такое или нет а разве так можно делать на твиче разве это нет ну типа понятное дело что он скажет что я выключаю стримы все как бы типа вот так как иван сейчас согласились вы на такое или нет понял то есть вы бы не поддержали Ваня да в такой ситуации ладно другой вопрос если вы не хотите на этот отвечать вы бы согласились бы со мной постримить к примеру в купальнике понял да нет я бы не согласилась а есть разные купальники отвечу да но я не скажу в каком разный ну такое чисто чтобы трусики и эти лифчик прикол нет таком нет я стесняюсь стесняетесь да нет я бы показала такой купальник ну лично но на стриме бы точно не стало ну так чисто типа ребят есть купальник заценить все Иван вы читаете чат? Вадим я я читаю чат нужно нужно вопросик какой-то прям а а все ли вас устраивает во мне к примеру или чтобы что-то что-то вы бы мне поменяли понял девчонки подхватывают тему сразу кстати я заметил нет визуально классно все ладно ну я не знаю какие у тебя там что у тебя внутри в голове мы же так только со стрима видим да Иван я тебя лично не знаю поэтому пока что внешне внешне ты хороший парень милашкин спасибо а вам важно чтобы девушка ну вела здоровый образ жизни там пила ну наоборот не пила не курила ну кстати вот насчет этого если кто-нибудь курит сигареты вы просто сигару отойдете нет не из худишки а просто сигареты вот если сигареты курите то это бросайте нахуй хорошо не я даже запах не переношу особенно Алька с Ванючей фу сейчас запах сигарет это очень хуево типа если кальянчик там или водочка это заебись нормально мне нравится а если что-то другое не если что-то другое то по вашей теме я конечно понимаю но я таким не увлекаюсь я пошутила чат у вас есть какие-нибудь вопросы или у вас девочки нет вопросов больше ко мне вообще никаких я так понимаю ну ты часто любишь покурить кальян ну да я часто люблю покурить кальян но в последнее время я не выхожу с дома потому что я болел очень сильно поэтому не выходил никуда вообще а на вкус какой тебе нравится кальян чтобы он был ягодный или нет фруктовый фруктовый нет я уже все я уже я уже все я уже это вы потеряли вопрос а есть еще вопрос ко мне нормально вот у вас там сзади стоит кальян да он вкопанный он да вкопанный а надеюсь с вашей девушкой такого не будет чтобы она тоже там не пылилась вкопанной не стояла так же у вас не такого не будет не будет конечно же я бы возможно и там вы уделял немножко времени но не факт ты бы забивал своей девушке калик да у меня еще такой вопрос смотрите я практически с утра до вечера на стримах да и не могу уделять вам время ну вообще не смогу никакое время уделять вообще никакого ну вообще да типа я every day нахуй на стримах но немного времени вместе стримить играть вместе стримить играть к примеру не получается так ну ты же будешь ходить пописать ну пописать конечно буду секунд 15 типа я обратно возвращаюсь Ивана как это ноль вообще времени у вас же все равно особо одно время вы же ходите куда-то может ночью например ну почему вы ходите ночью да вы курите кальян хоть общайтесь с друзьями ну это с кем-то фариками а с девушкой нет нельзя сходить ну если ты с друзьями отдыхаешь то мне кажется это с друзьями а с девушкой это с девушкой ну а если девушка ваш друг то есть ты не познакомишь девушку со своими друзьями ну познакомил бы ну через какое-то время через сколько ну то есть ну когда прям вообще доверие будет девушке большое то что если я познакомлю потом не пришлось ее так скажем сливать у меня вопрос к девочке девушки смотрите смогли ли вы смогли ли бы вы бросить Ивана если бы ваши родители были категорически против ваших отношений что бы вы выбрали Ваню или вашу семью да если бы родители говорили то что я полный еблан вообще на стальмаху еще конченый я бы выбрала Ивана я бы тоже ты бы отказалась от семьи да да почему отказаться да нет у них своя жизнь у меня своя они же не будут за меня решать все вопрос конечно такой типа ну ну в моей бы семье просто бы не сложилось бы так то что мне бы прям от кого-то отговаривали ну кстати у меня такая же жизнь мне кажется моим родителям то есть она бы мнение высказала если бы ей не нравился человек она сказала мне он не нравится ну это твой выбор удачи до свидания до свидания в смысле все хорошо было у меня нет отца а моей маме похуй поэтому у меня тоже такого не случилось ну что такое тоже в жизни бывает знакомая ситуация батя не было потом мамы тоже не было но мама потом байбэкнулась и мама есть но я вообще байбэкнулась я с 16 лет вообще сама по себе и вообще так похуй вообще ну что я делаю что у меня в жизни Даша а вы играете на пятерке да и нет иногда я играю на тройке но на тройке кстати у меня получается а вы знаете что Иван играет на единице вы знаете что самое важное пятерке это облизать линию ага но я еще такой вопрос девочки к вам а вы часто употребляете алкоголь я каждый день ты-то понятно подпивасница ну нет это как это просто по праздникам или ну например если бы вас ресторан пригласил и предложил бы выпить вино мы бы отказались нет так нет если это все цивильно а так типа я каждый день не бухаю за гаражами непонятно где хорошо три бутылки вина ой это на двоих это на одну да нормально я после первого упала да не нормально я вообще вино не пью я бы предпочла виски если честно вино это понятно нахуй если говорю еще то подпивасница нет подпивасница кто пиво пьет я пью виски с колой иван вы любите виски с колой виски с колой да прикольная тема ваня ты сам часто пьешь ну ну вообще да ну вообще не вообще да ну смотря что для тебя часто ну раз в неделю раз в неделю нет а ну думаю ты не часто он пьет раз до 3 в неделю нет ну если есть повод если есть с кем ну как повод типа суббота воскресенье встречаем пятницу с девушкой повод типа иногда бывает настроение просто выпить а так сома вообще нет вы сейчас как себя чувствуете замечательно вы выпивали сейчас иван ну я ведь с вами всеми девчонками пил понял спасибо я как раз девчонка иван ладно ладно вот честно вот иван если под выбирать из всех кто сейчас находится в дискорде кого бы выбрали ну бля если я скажу я могу кого-то обидеть да вы можете сказать меня не попибу блядь ура так я просто вообще я хоть кто-то выбрал я просто так вообще никого не обижу бля ну выбор конечно пиздец ура вань спасибо девочки всем пока уходите ваня бой никого не обижать так ладно у нас есть какие-то там вопросы ну типа на которых мы можем закругляться попи может ты же задашь вопрос всем да давай давай из первых сорока которые я написала ну я что реально написала нет хотите вам девочки хотите вам прочитайте вопросы типа в жопу давайте ты когда-нибудь теряла тампон в себе нет нет хотелось ли тебе когда-нибудь срать во время анального секса а вот это можно было даже не говорить вырезать нормально дарья но вы признались только что ваши слова зафиксированы в интернете не не можно я вопрос задам давай секс за деньги вы бы согласитесь секс за деньги нет смотря за какие я считаю что у каждого тише а за миллион долларов нет да хорошо я дам хорошо я за иван за два тоже я тоже согласен я тоже согласен за два за два за два согласился ваня же пытается кого-то купить или что-то я не понимаю у него нет два миллиона долларов у меня нет таких денег просто спрашиваю типа вы вообще не согласились если можно получить за это два ляма ну типа девчонки подумайте головой ты ждешь два миллиона да я так буду тебе платить я тебе не буду платить вообще никакие деньги вы бы согласились за миллион долларов точно ну миллион это мало два уже нормально ни хуя себе миллион это мало миллион это 75 миллионов рублей это квартира в москве плюс тачка плюс я не знаю еще жить да жить это прям очень дохуя понимаете Иван не в деньгах счастья ну не знаю не в деньгах вы готовы заниматься сексом Иван это первое вопрос да Иван сколько ну смотря смотря какой смотря какой дилей между приколами 5 минут типа если дилей существует то можно блять хоть бесконечно но потом конечно ну не там мне кажется член натрется у меня есть предположение такое то безвоживание будет раза два заебись два раза в день два раза в день ну да типа утром и вечером как по расписанию ну на самом деле как пойдет типа там по настроению по приколам всяким по приколам всяким каким приколам Иван а что будешь делать когда у девушки менструация я я ничего не буду делать а вот она Ваня Ваня а ты бы пошел в магазин ну вот купить прокладки для девушки если у нее месячные для тебя это ну ты смог бы ну а что какая разница во первых можно заказать вообще можно заказать просто через лавку и все типа и оставить возле двери даже кента не видеть чтобы он не видел меня а так то есть я стыдно не мне похуй мне вообще поебать типа я бы пошел бы какая разница это типа естественно мне кажется не ну да это да так ладно я думаю мы можем прощаться мы с Ваней останемся сейчас наедине я у него поспрашиваю некоторые вопросы спасибо вам огромное как говорится что пришли а еще вопросик последний Иван последний вопрос конечно Мария а где вы живете Мария это Марина ой перепутал украина днепр понятно да очень близко очень близко пиздец как близко так все я буду всех перекидывать сейчас попили ты перекинешь я перекину давай перекидывай а может вы просто а окей давай у нас камера Вадим Иван как вы себя чувствуете я чувствую себя замечательно но что-то как-то блять очень как-то не так как мне кажется должно было ну я не знаю это как-то сложно я не знаю как-то кринжунько почему вам так сложно давалось общение с девушками я не знаю они как-будто меня не понимают моей мысли как вам вопросы про доту от Дарьи это пиздец Вадим я такого не ожидал не я думал будут вопросы типа Иван вы бы хотели чтобы Дарья была вашим саппортом и пикала пугну и ультовала в вас я говорю в последнее время я с Дарьей играл на пятерочке там пиздец там все лучше не играть вы знаете пугну такой персонаж да знаю такой зеленый хуй вы знаете ульту пугны нет не знаю Вадим я еще не научился у меня калибровочка ну только началась пугна отсасывает жизни у другого так и так же и Леончик сосет да но он не жизни но он да ману ебашит ну мне если честно из первой понравилась посередине девочка это по-моему мило было по общению она так ну прикольная такая мне кажется двоем было бы прикольное общение да и во второй пачке так скажем понравилась Марина и Дарья я бы с ними еще пообщался бы на самом деле но вам надо будет решить с кем вы будете общаться Иван с одной только ну Иван а как вы вы хотели тройное свидание что ли устроить Иван вы-то в дискорде не знали что сказать Вадим вы должны представлять себе прикольчик да представьте я один Иван вы вообще в хлам придете да вообще в говно прям просто нет Вадим я в хлам не приду я типа я сейчас что неадекватно себя веду Вадим я что-то не понял нет полностью адекватно полностью я считаю ну да типа просто сложновато как-то очень сложно общаться с теми кто так скажем бля как это сказать правильно кого очень мало знаешь и не знаешь интереса этого человека так скажем очень сложно общаться к примеру там если бы они были из нашей компании то это вообще мега легко а вот когда вот так прям очень сложно я не знаю прям очень сложно ну для меня так точно кстати вот сейчас в Телеграме прошла такая новость мне кажется Холостяк трахал одну из участниц пруфов нет обман наверное да типа я с кем я видел всю жизнь не из участниц только с Дарьей ну типа там приколов никаких не было я никого не трогал типа ну Десаот очень плохо отзывается и говорит мне кажется Холостяк трахал одну из участниц это полная хуйня и ложь с провокацией понятно никого я не трахал я понял Иван Иван ну как вам вообще вот как для вас все прошло вам понравилось ну мне понравилось но было мне кажется очень сложно мне кажется и для вас было очень сложно блин для меня если честно больше вы по-моему кричевали прям пиздец Вадим для меня было очень сложно очень много молчать потому что я хотел наоборот чтобы раскрылись больше девочки потому что я там мог говорить много и задавать много вопросов всяких но я просто понимал, что вам нужно общаться между друг другом. Понимаете, Иван? Ну, еще очень хуево то, что все девочки живут очень далеко, кроме одной. Вадим, Иван. Почему далеко? Одна из Москвы. Москва — это очень близко. Это сколько раз? Сапсан. Из тех, кто мне понравился, они очень далеко живут. Четыре часа. Типа, да. Четыре часа. А где живет Мила? Москва. Москва, вот Иван. А, да? Да. Четыре часа на Сапсане. С неба прикольчиков можно было бы сделать. Чет, а вам кто больше всего понравился? Блядь. Там спрашивать не нужно. Я там понимаю, что они сейчас будут писать. Ну да, конечно, потому что они же знают. Вадим, а вам что? 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 Что они знают? Ну, они же знают Дашу просто очень много. Поэтому, понятное дело, что... А вам кто, Вадя, понравился больше всего? Ну, по общению. Блин, я не знаю. Наверное, и правда у Мила была прикольная. Мне кажется, с ней бы очень интересное общение было. Бы в ИРЛ. Главное, чтобы вы просто не стеснялись. Не, я... Ноль стеснений, Вадим. И непонятно еще... И непонятно еще, какое у вас общение будет с Дарьей при встрече. Потому что вы же уже общались с Дарьей. А вам нужно будет пойти на свидание. Не, с Дарьей это очень легко общение дастся. Вы прям серьезно. Да, вам очень легко. Да, у нас, скажем, контактик уже налажен, Вадим. Сука, а что вы улыбитесь? Блядь, нахуя, ты смеешься? Почему? Это умиление. Ну, я понимаю, вы просто так улыбаетесь. Я же не могу тоже сдерживаться улыбку, нахуй. Типа, ну, там знакомый человек. Там очень легко будет, так скажем. Вот, если бы я с Милой встретился. С Милой, если бы встретился. Во-первых, она меня старше. Она, так скажем, брат. Она бы, наоборот, держала бы разговор, понимаешь? То есть она бы вела разговор. Это было бы тоже прикольно. Ну, да, да, да. Тоже верно. Как вы думаете, у вас с Дарьей вообще получится общение вот именно с ряда свидания? Или вы будете как два камешка сидеть, просто стукаться? Ну, наверное, получится. Я не знаю. Я нужно... Я бы еще с Милой поразговаривал бы. И, может быть, с ней тоже бы встретился. Посмотрел бы, что да как. А может, ты с ней попереписываешься просто? Да зачем переписываться? Это на расстоянии. Это хуйня какая-то. Так сразу ресторанчик, оп-оп, трали-вали. Хорошо, но мне нужно будет ответ без стрима, чтобы ты подумал и решил. А можно сразу с несколькими? Ну, так, чтобы это понять. Сразу с несколькими ты хочешь? Ну, типа, не одновременно, но по очереди. Иван, хотите, я вам дам дискорды девушек, вы с ними созвоните? Пообщайтесь поближе, так сказать. Потом уже решите, кого к себе в Питер везти. Ну, я уже называл троих, так скажем. Ну, у одной у вас дискорд есть, а у двух остальных? Ну, да, двух остальных нету, согласен. Я бы так бы, да, пообщался бы. Не-не, да, я по одной. Если бы я встречался, я бы встречался по одной. Потому что, типа, две это... Было бы сложно, да? Ну, да-да-да, типа, они бы еще пиздиться бы начали между собой. Типа, это хуёненько получилось бы. Думаешь, начали бы? Вы думаете, вы настолько завидный жених, что за вас женщина драться готова? А что, не так? Так, я просто спрашиваю ваше мнение. Ну, не настолько я прям очень крутой, но прикольный, мне кажется. Я тоже так думаю. Так, ладно, я думаю, мы будем заканчивать на сегодня. Мы сейчас без стрима...